МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале Первой Карагандинской новости в студии Гульнуржакен. Сегодня в программе. Санитарное состояние города под бдительным контролем первого заместителя Акима области Ассалбека Дюсибаева. Сегодня чиновник провел объезд по городу и проверил работу санитарных служб. Почему объясняю? У тебя чисто чиновничий доклад. Ничего не понятно. Более 12 тысяч обращений по линии защиты бизнеса поступило в Национальную палату предпринимателей Атамикен. Известный композитор Илья Жаканов отметил 80-летний юбилей в Жанаркинском районе. Его творчество известно не только на просторах Сараркии, но и далеко за пределами Казахстана. Карагандинская область занимает одно из первых мест в республике по залежам полезных ископаемых. На сегодняшний день по карте индустриализации уже поддержаны 77 проектов недропользования. 54 из них направлены на освоение металлов, а остальные на извлечение. Однако среди недропользователей есть и недобросовестные. выполнившие контрактные обязательства всего на 30%. В связи с чем чиновники планируют расторгать с такими бизнесменами договоры и искать новых. Также в эту отрасль необходимо привлекать инвесторов. В 2015 году за неисполнение обязательств было расторгнуто 5 контрактов. Среди недобросовестных компаний АО «Шубарколькумэр», ТО «Караганда» спецферосплавы, ТО «Актаз» и другие. В текущем году также расторгнут один контракт с корпорацией «Казахмыс», которая не справилась с добычей глины в месторождении «Талап». На сегодняшний день в области действует 127 контрактов по твердым полезным ископаемым. Однако в регионе орудуют ловкачи, которые занимаются незаконной добычей металла. Управление промышленности просит надзорные органы разобраться с ними. Аким области поддержал предложение чиновников и отметил, что следующее заседание нужно провести с участием правоохранителей. Также он поручил привлекать к работам инвесторов. В прошлом году проведены 22 заседания комиссии. По итогам работы трем компаниям предоставлено право недропользования. Выдано 27 письменных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых. В результате в местный бюджет поступило 15 миллионов тенге, в республиканский бюджет – 6 миллионов тенге. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 100 участников, 67 проектов было выдвинуто на молодежном конкурсе «Сарарка Булашага». Участники сами придумывали различные изобретения и работали над их реализацией. Кто получил призовые места и какие проекты были представлены на конкурсе, расскажет Екатерина Фанасьева. Данное мероприятие проведено по инициативе Акима Карагандинской области с целью поддержки детского и юношеского технического творчества, развития профессиональной ориентации будущих инженеров, а также реализация лучших проектов, которые направлены на социально-экономическое развитие нашей области и посвящены международной выставки «Экспо-2017. Энергия будущего». Он нацелен также на определение, то есть мотивацию молодых специалистов, школьников, студентов на собственные разработки, на не просто копирование, брать, чтобы взять что-то из рубежа и принести сюда. Нет, это должно быть определить и выявить, чтобы сами начали что-то изобретать, появились какие-то инженерные, конструкторские мысли. И вот поддержать таких ребят именно и нацелен был данный конкурс. Конкурс проходил среди 100 участников, которые представили 67 проектов в сфере медицины, химии, энергетики, экологии, IT-технологий, транспорта и коммуникаций. Анастасия Геринг – студентка Карагандинского государственного медицинского университета. Девушка выступила на конкурсе с проектом «Новый лекарственный препарат на основе эфирного масла полыни гладкой» под названием «Эфиралспрей», над которым работала в течение двух лет. Технология основана на том, что из растительного сырья получают готовый лекарственный продукт. Эфиралспрей является антимикробным препаратом, применяемым в комплексном лечении туберкулеза. Мы занимаемся сбором растительного сырья, затем выделением эфирного масла полыни гладкой, которое обладает антимикробной противовоспалительной активностью и также применяется в лечении комплексном против туберкулеза. После выделения эфирного масла оно проходит контроль с помощью хроматомас-спектрометрии, затем на его основе готовится спрей, подбирается состав и после чего непосредственно спрей проходит все стадии контроля производства. В категории «Лучший естественный гуманитарный инновационный проект среди школьников и студентов первых-вторых курсов колледжей» за занятое первое место награждены Елена Смогулова и Ольга Шутилина. Девочки представили проект «Экологически чистые природные средства на основе эфирных масел». В течение года школьницы без устали трудились над антибактериальным мылом, спреем и зубным эликсиром. Данные продукты позволят сэкономить государственный бюджет, так как производятся из отечественного продукта – полыни, привезенной из Южного Казахстана. Она является не горькой и не вызывает аллергии по сравнению с той, что вырастает в Центральном Казахстане, а также из отходов цитрусовых, что позволит внедрить безотходную утилизацию. Прежде свой продукт девочки тестировали на крысах. «Проводили ряд экспериментов. Во-первых, с участием бактерий, где наше эфирное масло уничтожило эти бактерии, тем самым доказало антимикробную активность. И далее мы во втором эксперименте использовали девять крыс. Им наносилось девять термических ожогов. Далее наносилось наше эфирное масло. И в течение месяца наше эфирное масло доказало свою рану заживляющую активность». В комиссию вошли представители областных управлений промышленности, предпринимательства, образования, палаты предпринимателей Карагандинской области, СПК СРРК и технопарка СРРК. При рассмотрении работ жюри обращало внимание на социальную значимость, техническую новизну проектов и авторское участие в проекте. Представленные на конкурс работы отличились своей оригинальностью и конкурентоспособностью. Поздравить участников приехал Аким Карагандинской области, Нурмухамбет Абдебеков. «Нас отправили в то, что этот конкурс, который в этом году проводится, он был такой опыт и пошел. Мы искренне надеемся, что на следующий год будет больше участников. И вообще мы ставим задачу, чтобы этот конкурс стал традиционным. И из года в год вы, ваши коллеги, те ребята, которые за вами учатся ниже класса, они тоже тянулись к этому, искали в большом мире идеи, которые необходимо было бы реализовать». Все участники конкурса получили именные сертификаты, а победителям в каждой категории были вручены грамоты и ценные подарки. За первое место ноутбуки, за второе – планшеты, за третье – флеш-накопители. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. «Жалуйтесь современно!» Такие рекомендации дает городской Акимат. Чиновники Караганды запустили горячую линию в приложении WhatsApp. На нее жители смогут писать свои жалобы о мусорных свалках и отправлять фотографии грязных дворов. Такой метод поможет улучшить санитарное состояние области, поясняет автор идеи, первый заместитель Акима области Асулбек Десибаев. Сегодня, кстати, он провел объезд города и воочию увидел убранные участки, о которых ранее читались специалисты санитарных служб. Поездка Асулбека Десибаева началась с участка по улице Карбышева 5. Во дворе первому заместителю Акима области наглядно показали проделанную работу. Чиновники спешили отчитаться об убранных участках, показывая все на карте. «Наглядные виды работ, которые по городу произведены, это покраска мансов, которые у нас на треугольнице, это остановочные павильоны, мы приводим в порядок. Есть большая проблема, люди до сих пор используют старый метод, клеят объявления». Реплика заместителя Акима города Армана Джумикенова вызвала критику Асулбеку Десибаева. Чиновник объяснил подчиненному, что люди клеют листовки, где попало из-за отсутствия закрепленных мест для объявлений. Он поручил заняться этим. Также Асулбек Десибаев сделал несколько замечаний. «Заверял же, что будешь работать, ответственность и круглосуточно. Вот и делай. Я понимаю, что в Козлиске районе сил мало, но есть Аким города, есть мы, мы же помогаем, мы же не говорим же, иди убирай, 20 дворов, пожалуйста, они дают адреса, мы сами организуем технику, даем, людей даем, которые, мы же говорим, дайте нам адреса, мы уберем». Вторая остановка была сделана на развилке между Майкудуком, городом и юго-востоком в районе дач. Асулбек Десибаев осмотрел придачную территорию, на которую жаловались общественники. Оттуда было вывезено около 6 тысяч кубов мусора, а это 800 рейсов. Стихийная свалка занимала 3 километра. «Было задействовано здесь 32 единицы техники, это 19 самосвалов, 5 погрузчиков, 2 экскаватора, 3 бульдозера». Асулбек Десибаев поручил начальнику местной полицейской службы следить за сохранностью убранного участка и пресекать попытки создания новых несанкционированных свалок. Ведь с начала текущего года за нарушение правил благоустройства были оштрафованы около 5 тысяч человек. Дачники, в свою очередь, поблагодарили чиновников за помощь. «Приезжаем сюда, действительно отдыхаем, а не то, что в мусоре. Большое вам спасибо, большая благодарность». Десибаев встретился с жильцами домов по улице Кривыгуза. «Руководитель КСК показала красивый двор и отчиталась о проделанной работе. Попросила помочь с бывшей в употреблении брюсчаткой. Жильцы хотят использовать ее для клумб». «Уже три дома изъявили войти в состав. То есть это чисто по нашим результатам. Но Акимат будет спокойно зимовать и проводить лето, если дома будут пристроены». В ходе объезда Слубик Десибаев порекомендовал людям писать жалобы на номер в приложении WhatsApp, который вы видите на экране, и отправлять информацию о нарушении правил благоустройства. Чиновники обещают оперативно реагировать на сообщения и устранять нарушения, а затем отчитываться перед населением. Аймам Ринаулжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Более 12 тысяч обращений по линии защиты и бизнеса поступило в Национальную палату предпринимателей Атамикен. Это стало известно на выездном заседании Республиканского совета по защите прав предпринимателей с участием председателя совета Гани Касымова. На заседании также обсудили один из главных вопросов – высокие тарифы на коммунальные услуги для бизнеса, а также грубое нарушение законодательства при их утверждении и применении. На рассмотрение членов Республиканского совета были представлены основные проблемы Карагандинской области, которые пока не удается решить на местном уровне. Основная из них – тарифообразование. Во многих регионах области идут судебные дела, где предприниматели пытаются отсудить у монополистов сверхуплаченные суммы за электроэнергию и тепло. В этих вопросах нам нужно находить возможность находить общий язык с государственными органами, местными исполнительными органами, с правоохранительными органами, с органами антимонопольных служб, естественных монополий. Потому что если энергетики необоснованно завышают и делают предоплату электроэнергии на будущее, то есть на предстоящий месяц, то страдает предприниматель, у него не хватает оборотных средств для того, чтобы покрыть еще неупотребляемую энергию. За два с половиной года Советом по защите прав потребителей были защищены имущественные права бизнеса на 33 миллиарда тенге. Это уже десятый регион, который посещает Совет. «Общее количество жалоб и заявлений по республике превышает 12 тысяч. Это очень большой показатель. 12 тысяч. Это верхняя часть айсберга, потому что не все предприниматели ходят и жалуются, надо работать. А то количество, которое сейчас мы получили и в процессуальном состоянии находятся в действии, в работе. Эти жалобы показатель того, какое у нас еще неблагополучное положение». Леонид Касымов убедил каждого предпринимателя в том, что ни одна проблема не останется без рассмотрения. К работе Совета привлечены эксперты из числа общественных деятелей, сенаторов и мажористменов. Особое понимание и поддержка идет со стороны прокуратуры, работники которой входят в состав Совета. Проблемы, которые не удается решить на региональном уровне, будут выноситься на республиканский уровень, пока вопрос не найдет окончательного решения, и права предпринимателя не будут защищены и восстановлены, подытожил председатель Совета. Осель Сазанбаева, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Pharnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. В Караганде забил фонтан холодной воды из-за невыдержавшей гидравлических нагрузок трубы. Вода затруднила движение пешеходов и транспорта по улице Ермекова около УВД города. По информации ТО «Теплотранзит», которому принадлежит «Теплотрасса», прорыв произошел из-за испытаний труб под большим давлением. Таким образом, компания проводит подготовку к предстоящему отопительному сезону. Очевидцы фонтана запечатлели все на видео. На кадрах видно, как пешеходы спешат укрыться от огромной струи воды, которая бьет прямо в небо. Автолюбители сбрасывают скорость и едут очень внимательно. Такой же прорыв зафиксировали около парка. Там вода бьет с меньшим напором, но тоже образует лужи. Компания «Теплотранзит» оправдывается, мол, аварии назвать прорыв нельзя. Вода побежала в результате гидравлических испытаний. Аналогичные испытательные работы будут проведены во всех частях города. В период испытаний по протяженности испытываемых сетей расставлен персонал, заявление сообщающий о возникших дефектах и производящий отключение дефектных участков. После завершения проведения гидравлических испытаний все обнаруженные дефекты будут устранены в ходе летней ремонтной кампании в цели подготовки к отопительному сезону. Удательное окончание испытаний и поэтапному возобновлению горячего возобновления будет дополнительно сообщено в СМИ. Возносим все потребительства и извинения до времени неудобства. В канун Дня защиты детей состоялось открытие первого в Карагандинской области детского медицинского центра. Центр оборудован и оснащен согласно стандартам лечебных учреждений. Все медицинские услуги будут оказывать специалисты высокой квалификации в диагностике и лечении детей и подростков. Консультации будут оказываться не только в центре, но и с выездом на дом ежедневно. На сегодняшний день мы открыли 6 кабинетов. Прием ведут аллерголог, эндокринолог, гематолог, педиатр, кардио-гематолог. Планируем в последующем с приобретением медицинского оборудования ввести следующие специальности – отоларингология, окулиста, хирургия. Карагандинским мальчишкам и девчонкам будет чем заняться на летних каникулах. 1 июня приступили к работе пришкольные лагеря и профильные площадки. Как сообщили в городском отделе образования, более 50 тысяч детей планируется охватить оздоровительным отдыхом. Это практически полный охват. В более чем 80 организациях образования, в том числе и дополнительного образования, открылись пришкольные лагеря и профильные площадки. О том, какие новшества ждут юных карагандинцев, вы узнаете из материала Асель Созанбаевой. В каждой школе к подготовке лагерного сезона подходят со всей серьезностью. В этом году в гимназии номер 45 все лето будет проведена работа по разным направлениям. Какая-то часть детей уходит на станцию юных натуралистов. Есть бригады по озеленению. Трудовые бригады будут работать по благоустройству внутри гимназии. Профильный лагерь – это не столь устоявшая ранее, но хорошо зарекомендовавшая из себя форма организации досуга. Сейчас они существуют при каждой школе города. Если говорить о летнем, вот здесь, на территории, конкретно сейчас, в июне, около 200 детей заняты будут. А если за все лето, то посмотреть, около 800 детей будут охвачены летним оздоровлением. Потому что кто-то поедет в лагерь, кто-то будет отдыхать в школе, кто-то отрабатывать, кто-то будет на экскурсии выезжать. Таким образом, но мы стараемся в течение лета охватить всех детей отдыхом, около 800 человек. В школе лицей 101 уже стартовала летняя оздоровительная кампания «Лето-2016». Из 2500 учащихся в летние лагеря пришли около полутора тысяч. В школе открыты профильные лагеря более восьми видов. Это и лингвистический лагерь, экологический, спортивный, этнографический. Также организованы походы, занимательные и развлекательные мероприятия. Дети тут научатся дружить и общаться. В течение пяти лет у нас на базе нашей школы работают профильные лагеря. В этом году у нас впервые открылся экологический лагерь и спортивный лагерь «Олимпийц» более расширился. Футбольная команда у нас в составе где-то 60 детей, которые хотят научиться играть в футбол. Для них ежедневно будут проводиться футбольные спартакиады, тренировки. То есть дети заняты в течение почти всего дня. Для детей, посещающих пришкольные лагеря, предусмотрено двухразовое питание, профильные площадки по желанию, с питанием и без. В среднем стоимость одного дня пребывания в пришкольном лагере родителям обходится в 450 тенге. В эту сумму входят завтрак и обеды. Выезд в зоопарк, кинотеатр, бассейн и другие места оплачиваются отдельно. Асель Сазамбаева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Известный композитор Илья Жаканов отметил 80-летний юбилей в Жанаркинском районе. Композитор, автор знаменитых песен Асель Мэнэм, Жайлауколь Киштера. Его творчество известно не только на просторах Староарки, но и далеко за пределами Казахстана. Кроме чудесных музыкальных произведений, он талантливый художник, который получил диплом в 75 лет. Как народ чествовал композитора, узнавала Аймамрина. Илья Жаканов – уроженец Южного Казахстана. Однако он себя считает неотъемлемой частью Жанарки. Большая любовь к Жанаркинским просторам породила в его душе шесть новых песен. Потому вопроса о месте проведения его юбилея не возникало. Жители Жанарки организовали празднование за свой счет. С их слов согласие композитора провести юбилей не у себя в Жамбульской области, а здесь большая честь для них. А один из первых бард-исполнителей Харабай Есенов отмечает, что песня Ильи Жаканова «Нина Олядн» стала его визитной карточкой. Илья Жаканов – очень мудрый человек. Он помог мне прославиться, ведь у меня нет музыкального образования. Я – агроном. Благодаря его усилиям обо мне узнали на казахском радио. На праздновании присутствовали известные деятели искусства. Все они, как и супруга композитора, делились своими воспоминаниями. Илья Жаканов тоже был рад встрече с жителями района. Они проводили Аксакала с особым почетом, накинув ему на плечи чапан и подарив скакуна. Спасибо всем за поздравления. Я преклоняю перед вами свою голову. Композитор сейчас проживает в Атырау. В скором времени в западно-казахстанской области появится памятник его песни «Едль Менжаек». Путевка в жизнь. Так называется партийный проект, нацеленный на создание возможностей трудоустройства выпускников вузов и ЦИПО, а также детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. В стенах карагандинского областного филиала партии «Нур-Утан» состоялся брифинг, где был объявлен старт нового сезона проекта «Путевка в жизнь». Проект был создан 4 года назад и с каждым годом набирает популярность среди казахстанцев. По статистическим данным, за 2015 год по Карагандинской области в проекте приняли участие около 60 человек. 13 из них успешно трудоустроены, а по всей республике цифра превышает 2000 человек. Порядка 30 меморандумов подписано сегодня по Карагандинской области с национальными компаниями, государственными органами и промышленными предприятиями для трудоустройства данной категории в данных предприятиях. Среди них такие национальные компании, как «Казахстан Темиржула», «Казтрансойл», акционерное общество «Кегок», «Казахтелеком», государственные органы областного ранга, топовые промышленные предприятия «Арселор Митл Темиртау» и корпорация «Казахмыс». В 2011 году ТО «Казпласт» запустило линию производства полиэтиленовых изделий, всегда с радостью готовы принять новые кадры. На сегодняшний день с помощью проекта было устроено на работу 5 человек. Наше производство нацелено на то, чтобы не только помочь молодому специалисту освоить специальность, но и, конечно же, продвинуться по служебной лестнице, получить дополнительные навыки, стать полноценным, скажем так, членом общества и, самое важное, востребованным. Если завтра он покинет наш завод и пойдет в самостоятельную жизнь, то мы надеемся, что этот специалист, приняв соответствующие навыки, здесь у нас в стенах вуза, в стенах завода, он сможет, скажем так, с честью показывать свои умения, знания на предприятиях других карганецких организациях и так далее. В завершении брифинга были подписаны меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с ТО «Коспласт» и компанией «Мутлу Гипс». Осель Сазамбаев, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последнее. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства состоялось открытие выставки Паула Мадерзон, Беккер и художников из Ворпсведи. Открытие выставки совпало с трагичной датой – днем жертв политических репрессий в Казахстане. Кто организовал выставку и сколько работ художников на ней представлено – в следующем сюжете. Экспозиция, состоящая из более чем 60 рисунков и гравюр Паула Мадерзон-Беккер и ее коллег-художников из Ворпсведи, представляет одну из наиболее значительных глав истории немецкого искусства 19-20 веков. Данная выставка уже была представлена в Ашхабаде, Бешкеке, Алматы и Петербурге. Нам очень приятно, что мы можем показать его именно здесь, потому что нас здесь в Караганде, именно Германия и Казахстан связывают очень много здесь в Караганде. Есть очень сильная немецкая диаспора, активная немецкая диаспора. И мы тоже очень давно уже сотрудничаем с этим музеем. В конце 1980-х годов в деревушке Ворпсведи поселились молодые живописцы. Они образовали колонию художников и посвятили свое творчество первозданной природе этого отдаленного края, его людям и их патриархальному образу жизни. Среди них был Генрих Фагеллер, который впоследствии стал военным художником. В 1941 году мужчина был депортирован в Караганду, и здесь же через год он умер. Но его работы по сей день хранятся в музеях. На выставке был организован круглый стол, посвященный горькой и страшной эпохе репрессий. Советские репрессии до сих пор изучаются. Организаторами данного мероприятия выступили Гёти, Институт Казахстана, Институт связи с зарубежными странами, правительство фонда имени Фредриха Эберта в Казахстане. Карагандинцы смогут посетить выставку до 12 июня. Екатерина Афанасьева, Жексулык Нуртай, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амин Солбун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова